Завладел 88 миллионов гривен. Экс-главе миграционной службы сообщили о подозрении. Бывшему главе государственной миграционной службы Украины сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами на сумму более 88 миллионов гривен. Об этом сообщает видео новости Украина со ссылкой на сообщение САП в Телеграм Таневни. Источники видео новости Украина сообщили, что речь идет о бывшем руководителе государственной миграционной службы Максиме Соколюке. По данным следствия, в 2015 году миграционная служба получила бюджетные средства на здании в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса ведомства. Однако бизнесмен, который долгое время находился в дружеских отношениях с представителями ГМЭС и другими должностными лицами, организовал длительную схему хищения средств при реконструкции здания с использованием подконтрольных лиц в структуре миграционной службы. Для реализации преступного замысла он вступил в сговор с тогдашними главой ГМЭС и начальником управления ресурсно-хозяйственного обеспечения и капитального строительства ГМЭС, а затем и с заместителем председателя ГМОНС, которые вместо надлежащего исполнения своих обязанностей завладели средствами, выделенными на обустройство здания, говорится в сообщении. По данным следствия, бывший глава миграционной службы способствовал бизнесмену заключение договоров с подконтрольными ему компаниями по выполнению проектных и строительных работ путем искажения результатов торгов и обеспечил осуществление оплаты за невыполненные работы и неоказанные услуги. Таким образом, в течение нескольких лет преступная группа завышала стоимость и объемы работ и присваивала бюджетные средства. В результате реконструкция здания главного офиса ГМЭС была незавершенной, компьютерная система с соответствующим программным обеспечением существовала лишь на бумаге, а компания, ответственная за реконструкцию, обанкротилась. В результате реализации схемы бюджету причинен ущерб на сумму более 88 миллионов гривен.